Евангельское движение в России и его влияние на отечественную культуру. Первое. Улучшение нравов и народных традиций. Верующие евангельского направления чем отличались от всех других? Они старались вести трезвый образ жизни, отказ от спиртного, а Русь вот в этом пороке погрызала довольно глубоко пьянство. Там, где появлялись евангельские общины, там наблюдалась трезвая, осмысленная жизнь. И вот светские исследователи, этнографы, отметили это в своих трудах, что в семьях еванских верующих на столах, где раньше стояла бутылка водки, теперь на этом месте лежит раскрытая Библия. И образ жизни резко меняется. Где раньше бутылка водки стояла в центре всего, теперь священное писание. И это изменяет жизнь и бытовую, и семейную, и все остальные сферы жизни. А если рядом с евангельскими общинами или семьями еванских верующих жили православные, или находился храм там православный, православный приход, то жизнь православных приходов тоже менялась. Если вот рядышком, где-то по соседству, открывается там евангельская церковь. Жизнь православных меняется. Каким образом? Священники начинают чаще проповедовать в своих храмах. Священники начинают проводить беседы воспитательные, духовно-воспитательные. Священники организуют вне богослужебной пения и сами стараются вести более высокий, более достойный образ жизни. Или совсем отказываются спиртного, или меньше начинают пить. Возникает такая вот конкуренция плодотворная. Коль рядом штунда, коль рядом баптисты, значит, надо перестраивать жизни православного прихода, делать ее более качественной в духовном, в моральном отношении. Второе. Духовное просветительство. В евангельской церкви всегда на первое место ставили апостольское служение. Проповедь, Евангелие всем людям. Идите, проповедуйте Евангелие всему творению. Каждый баптист – миссионер. Такой лозунг, такой девиз был. Каждый член церкви – свидетель Христа. В широком смысле – миссионер, проповедник. Петербургские аристократы в 1876 году открыли общество поощрения духовно-нравственного чтения. Это была такая мощная корпорация издательская. Из-за того, что у них были связи в высших сферах, они смогли добиться официального разрешения на открытие вот такого центра издательского. Он назывался «Общество поощрения духовно-нравственного чтения». Что это общество издавало? Библии разных форматов, духовную литературу многообразную, различную. Это общество имело специальных сотрудников, которые распространяли эти книги. Фактически были те же самые книгоноши, как и в другое время, по линии другого общества, после выхода Библии в России на русском языке. По определенным данным, литература этого общества доходила до самых-самых отдаленных уголков Российской империи. И на крайний север попадала, и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, и в Восточной Сибири. А в Закавказье, по-моему, по инициативе одного из Прохановых, у Проханова был брат Александр Степанович. Он был молоканином. Мне кажется, он не переходил ни в евангелизм, ни в бактизм. Но он был человек образованный. Он получил медицинское образование. Где-то еще он, по-моему, на философском факультете обучался. Он открыл одно общество, вот с таким названием. Культурно-просветительское сектантское общество. Раньше этого слова не стыдились. Ну, коль числились так официально сектанты в разных документах, указах и так далее. Иногда это даже и в своих церковных документах тоже употребляли. Это снова было в ходу. То есть это не было какой-то эмоциональной окраски сегодня? Да. Даже вот такое официальное название было. Культурно-просветительское сектантское общество. Хотя на первом месте там было, конечно, духовное просветительство, духовное просвещение. Третий фактор влияния. Влияние на музыкально-певческое искусство. Или, точнее, вклад в музыкально-певческое искусство. Вот у нас довольно-таки рано появился сборник духовных песен, духовных гимнов. Где-то еще в 1882 году вышел первый сборник. Он стал интенсивно пополняться, расширяться. И Проханов уже издал так называемый «десяти сборник». Это был, безусловно, вклад в культуру российскую. По какой линии? По линии собирания, коллекционирования и систематизации народного духовного творчества. Что вошло в этот сборник в Прохановский? Туда вошли стихи поэтов-классиков на духовно-библейские темы. Произведения поэтов-классиков. Туда вошли переводные стихотворения с английского, с немецкого языков. И большой пласт так называемых народных, духовных стихов. На Руси была такая древняя исконная традиция, традиция паломничества. Или традиция странничества. Посещение святых мест. Киев, там Киевские святыни, Киево-Печорская лавра. Святая земля в Иерусалиме. Группы русских людей любили вот такие странства совершать. По святым местам. Чаще всего они ходили пешком. Это были длинные такие путешествия, длинные переходы. Они ночевали где-то в селах, в деревнях. Люди охотно принимали странников. В то время ведь многие были неграмотные, не умели читать, не было книг в обиходе. А рассказы вот этих странников заменяли народу литературу. В какой-то мере. И они не только рассказывали там то, что они видели и слышали. Они еще и пели. То есть было много певцов. И пели они духовные стихии. Их авторство трудно установить. Это было народное творчество. Авторы неизвестны. Но Проханов и другие наши предшественники взяли на себя труд отобрать эти стихи. Ввести их в сборники. Прошел вот такой процесс отбора, собирания произведений народного духовного творчества. Вот в наших сборниках довольно-таки много таких песнопений, вышедших из народной среды. Ну, кто бывает в старых наших традиционных баптийских церквах, их можно еще услышать. Можно услышать эти стихи у нерегистрированных, у отделенных наших братьев и сестер. Ну, какие это песнопения. Например, такие. «Не тоскуй ты, душа дорогая, Не печалься, но радостно будь». Это древний такой старинный гимн. Откуда он? Из репертуара странников взят. Его пели вот такие путешественники, паломники. Или другой. «Сидел Христос с учениками, На Елеоне перед ним великий город расстелался». Это вот вход Христа в Иерусалим на эту тему. Как Христос плачет о судьбе Иерусалима. Христос из храма выходит перед смертью крестной своей. Это тоже такое глубокое народное песнопение духовное. Оно тоже вошло в наш сборник, в наш обиход. В среде иванских верующих свои композиторы рождались, вырастали и развивались. Их довольно-таки много. Ну, наиболее известные из них кто? Вениамин Крейман, современный. Правда, он сейчас в Америке. Скирдан, Высоцкий, не Владимир Высоцкий, а Николай Высоцкий. Он был регентом Одесского хора в Баптистской церкви. И композитор тоже он много написал. Нот музыкальных произведений. Композитор Кеши. Кеши. В советское время он был в тюрьме, в ссылке, где-то в Томске они жили. Это такие образованные люди, образованные баптисты в музыкальном отношении, в других смыслах. Казаков, Николай Казаков, композитор. Что в баптистском движении в начале XX века зародилась так называемая традиция духовных концертов. Стали регулярно устраиваться в духовные концерты. Впервые такой концерт был проведен в 1905 году в Тбилиси. Баптистская церковь, Тифлисская тогда. Организовала в общественном месте, в городском цирке, собрание большое с выступлением хора, с проповедями. Были афиши, сготовлены, развешаны по всему городу. Программа обозначена. Какие произведения хор будет исполнять. На какие темы будут выступления. Тема была обозначена так. Кто такие баптисты и к чему они стремятся. Просветительская такая тема. Доклады, соответствующие и с напением хоровые. Вот с той поры уже это вошло в традицию. Духовные концерты. Сейчас, когда с отделенными мы диалог ведем, они обычно упрекают регистрированных. Что это за светские такие обозначения у вас? Духовный концерт. Разве может быть такой концерт? Церкви. Церковь, организатор или устроитель концерта. Не должно быть такого. Это мир. Это влияние мира всего. Вот смотришь наши старые журналы. За 1906 год, за 1908 год. Заметки, объявления. В такой-то, такой-то баптистской церкви состоится духовный концерт. Будет проповедовать то-то, то-то. Что будет исполняться такое-то произведение. Приглашаются все желающие. Потом статьи о впечатлениях от таких собраний, от концертов. Что это не что-то такое. Не какая-то новинка со стороны мира, чисто светская. Это то, что было в нашей традиции. Давние духовные концерты. Следующий фактор влияния. Влияние на русскую классическую литературу. Видеосеминария ТВС. Благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте Каким образом это влияние осуществлялось? Ну, во-первых, через непосредственные контакты с писателями. Мы уже часто с вами упоминали о Лескове, о Достоевском. Лесков, Достоевский, Толстой Постоянно общались, встречались, контактировали с миссионерами, с проповедниками. Но не только через контакт это влияние наблюдается. В самих произведениях классиков есть следы ивановского движения. Где конкретно? Ну, возьмем творчество Льва Толстого. Роман Анна Каренина. Там есть целые главы, посвященные описанию гиванских собраний в аристократических салонах. Там есть главы, где ведутся споры на тему о том, какая вера правильнее, какая вера истиннее и как человек спасается. Главный герой этого романа – князь Каренин, когда он переживал тяжелую семейную драму, измену жены. В это время к ним в дом часто приходила некая графиня Лидия Ивановна. Это Лидия Ивановна была проповедница из числа евангельских верующих, аристократка. Она беседовала с Карениным князем, указывала ему на Христа, на Евангелие, на путь спасения. Длинные беседы с ним проводил вот на эту тему. И Лев Толстой там делает такую ремарку своеобразную, описывает этот диалог в проповеди Лидии Ивановны. И потом такое замечание, что постепенно, под влиянием бесед с графиней Лидией Ивановной, князь Каренин стал склоняться к тому новому религиозному учению, которое появилось у нас недавно в Петербурге. Это учение превращало верующих холодных и равнодушных в верующих горячих и деятельных. Своепраздное такое замечание. Оценка новой строи Ивановской. Что она делала? Она превращала верующих холодных и равнодушных в верующих горячих и деятельных. Верующих, которые исповедовали свою веру на практике, проявляли в повседневности, в повседневной жизни. Роман «Воскресенье». Там тоже есть следы Ивановского движения. Главный герой романа – князь Нихлюдов. В советское время, когда в школьном курсе литературы упоминалось это произведение, учителя обычно затрагивали вопрос о названии романа. Почему роман так называется? Воскресенье. И толковали это так. Вот, мол, главная героиня романа Катерина Маслова со временем стала пламенной революционеркой. Воскресла революционной деятельности. Так объясняли детям в советской школе название романа «Воскресенье». Хотя замысел у Толстого был совсем новый. Воскресает не Катерина Маслова, а вот князь Нихлюдов как раз. Каким образом? Вот он начинает читать Нагорную проповедь Христа. Заповеди блаженства. Он попадает на гивальские собрания в Петербурге. Он видит там проповедника, видит там поющих и играющих на музыкальных инструментах. Девиц, барышень, ничего не понимает в проповеди, ничего осмыслить не может. В первый раз попал. Слова проповедник кажутся ему непонятными. Но пребывание на этом собрании подтолкнуло его к тому, что он раскрыл Евангелие впервые в своей жизни. И углубился в чтение Нагорной проповеди Христа. Душа начинает его испытывать чувство покаяния. Он хочет измениться. Евангельское слово действует на него. Степняк Кравчинский был такой украинский писателем в то время. Он написал большую повесть под названием «Штундист Павел Руденко». «Штундист Павел Руденко» о жизни украинских штундистов, о том, как штундисты меняют жизнь, о судьбе штундистов, о тяжкой судьбе, как они терпели преследование, как их сажали в тюрьмы. Творчество Лескова. В нем тоже есть струи диванского движения. Это уже упомянутый нами очерк под названием «Лорд Редсток и его последователи». Повести некоторые Лесковские. Одна повесть называется «Некрещеный поп». Лесков любил такие смешные названия. Штамм рассказывается об украинском штундисте. Этого штундиста звали Охрим Педнебесный. Как Охрим открывает у себя дома вечерние евангельские посиделки. На посиделках у Охрима ни девчата, ни парни не вели пустых слов и пустых бесед. В девчата в это время пряли лен и волну, а Охрим услаждал своих гостей доброй евангельской беседой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok